добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль toyota harrier 2003 года выпуска 2.4 бензин полный привод на этом автомобиле мы сегодня на клапанной крышке заменим прокладку также мы заменим и свечи зажигания для этого сейчас поднимаем капот снимаем катушки снимаем клапанную крышку прокладку мы будем использовать оригинальную свечи мы будем использовать фирмы dance поднял капот снимаем пластиковую крышку я смотрю нам этот колокол сигналки будет мешать поэтому его тоже с ней наверх пока положим а потом с нею кожух сигналку я открутил положил наверх откручиваем вот этих две гайки одна со шпилькой вышла поднимаем кожух и снимаем снимаем разъем из катушек и откручиваем все катушки 4 штуки здесь сверху нажимается фиксатор и они снимаются в принципе Субтитры сделал DimaTorzok О, здесь масло начало на катушку бросать Теперь откручиваем здесь провод Кронштейн крепления проводки Чтоб нам в сторону его отвести Откручиваем вот этот кронштейн проводки Теперь снимаем вот этот патрубок С вентиляции И снимаем вот этот патрубок вентиляции Теперь по периметру откручиваем все болты И гаечки Открутил по периметру крепления Общей сложности получилось 8 болтов И две гаечки Берем, теперь отрываем Прокладка осталась Масло Масло зевает, человек Не меняет вовремя Перепробеги по маслу Вот так вот сказывается на двигателе Появляется кокс Двигатель был чистый Вот она прокладка Прокладка ровная, без изгибов, без всего Но сразу с уплотнением Подсвечные шахты Колодцы Мою клапанную крышку Протираю посадочное место Обезжирю его И новую прокладку устанавливать будем в крышку Когда будем устанавливать, покажу ее номер Вот прокладка наша Номер ее 11213-28-021 Прокладку сейчас ставим в крышку Крышку я помыл Снаружи Внутри я ее протер И продул Смысла ее Натирать нету Надо двигатель мыть Скажу ему, чтобы почаще масло Две-три замены сделал И он Помоется Без всяких Промывок Устанавливаем прокладку В пазы Равномерно сейчас ее укладываем Прижимаем И протираем посадочное Равномерно сейчас ееродо Равномерно все Равномерно Крышки Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, все, посадочная протер, заводим крышечку нашу Субтитры сделал DimaTorzok Все, посадили мы на место крышку Берем, наживляем ее Здесь внутри Где свечи стоят Идут два длинных болта М6 А здесь уже покороче все идут Наживляем Нажавел все болты, теперь подтягиваем Равномерно так, от центра Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сразу его не беритесь с одного ходу подтягивать Прижали немножко И второй раз Так же Из середины Видите, я когда поджал, этот болт ослаб И вот так вот таким образом за два раза Вы подтяните, а на третью это уже будет чистовая Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, большого усилия делать не надо Дальше, вот на трещотке Коротким рычагом подтянул все Получается, на четвертый раз он вышел на чистовую Уже протянулся Зазор везде Видите, насколько он уменьшился Резинка вжалась Сальника здесь не нужно Прикручиваем кронштейн проводки с одной стороны И с другой стороны А теперь выкручиваем свечи Но перед этим мы продуем свечные колодцы Свечи здесь на 16 Ну, в принципе Налет на свече нормальный Свеча вот эта отходила 63 тысячи Хотя Срок службы у ней 30 тысяч И нету ни коронарного разряда Ничего Может быть он ее менял и забыл Надо будет спросить Свечи берем Денса Здесь по каталогу и идут Они же В оригинале лежат тоже Денса К20РУ11 Каталожный номер 3139 Вот такая вот свеча Вот я свечку подтянул А теперь на 1 четвертую А теперь на 1 четвертую Ну, мы ее подтягиваем Вот 1 четвертая Вот до сюда Даже меньше получилось Но дальше я тянуть не буду Откручиваем также остальные свечи Сейчас посмотрим Что у нас Со второй свечкой Если у нее Налет такой же Значит, быстрее всего Человек менял Просто не записал У него все записано Но По записям посмотрел Последний раз Свечи он менял 63 тысячи назад Говорит Масло Во втором Как раз было Попадало Сейчас вся загаженная Ну, вот здесь есть Коронарный разряд Но так как она В масле купалась Хотя Зазор тоже увеличенный Но Нагар на свече идеальный Тоже берем Вторую свечку И устанавливаем Все Остальные свечки Аналогичным образом Меняем Поменял я свечи Третья Четвертая свеча Тоже нормальные Одеваем Вентиляцию И вставляем Под свечи Эти Катушки Вставляем Наши катушки Здесь, конечно Резинку Уже Масло Попало Маленько Подразъело Протрем Поставим Она Подсохнет Еще будет Ходить Пробоев Вроде На ней Нету Наживляем Наживляем Полки Наживляем Наживляем балтики здесь сильно затягивать не надо чтобы не подрывать чуть-чуть просто поджали немножко и все вот таким макар ставим на место крышку с проводом берем И поставим на место колокол от сигналки. Заведем, попробуем. Все работает, все нормально. Замену прокладки клапанной крышки и свечей мы произвели. Всего вам доброго!